Друзья, добрый вечер. Мы всех с большим удовольствием приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем всех, кто нас включил и смотрит на YouTube-канале Фигин Лайф. И, конечно, говорим вечер добрый всем, кто смотрит нас на YouTube-канале Курбанова Лайф. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Много новостей, много событий, много хорошего наконец-то происходит вокруг Украины, в том числе. Поэтому будет нам что-то обсудить, что обговорить и делать. Это все мы будем, конечно же, в компании Марка Фегина. Марк, добрый вечер. Приветствую, Алена. Приветствую зрителей канала Фигин Лайф и канала Курбанова Лайф. Да, друзья, и, как всегда, мы призываем вас тоже стать соучастниками нашего обсуждения. Сделать это легко и просто. Достаточно зайти в чат, достаточно там делиться своими мыслями, своими оценками, с чем согласны, с чем не согласны. Ну и, конечно же, поддерживать активное участие в чате. Это в том числе то, что является активностью нашей аудитории. Это важно. Как и не забывайте о том, что нужно оставить свой лайк и подписаться на YouTube-канал Фигин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Мы будем очень признательны, и таким образом вы нам поможете распространить всю самую важную информацию, которую сегодня мы будем обсуждать. Марк, начнем мы с такого полулегенького. Прежде чем перейти к глобальным, большим, хорошим темам и новостям, вчера журнал «Тайм» дропнул свою сотку самых влиятельных людей. Значит, конечно же, вы знаете, украинское общество очень неспокойно, очень любяще обсуждать и где-то критиковать, где-то восхищаться какими-то новостями и событиями. Но эта сотка, она нас порвала. Порвала в двух аспектах. Первое – это то, что от Украины там представлен исключительно глава офиса президента Андрей Ермак. Но это тема внутриукраинская, мы ее оставим нашим экспертам. А то, что нам важно и интересно, это то, что на обложку поместили Юлию Навальную, вдову Алексея Навального. О нем эссе писала вице-президент США Камала Харрис, которая, конечно же, лестно о ней высказывалась, пересказывала какие-то свои эмоции, чувства после знакомства и встречи с Юлией Навальной. И на что я обратила внимание, их пересечение произошло на Мюнхенской конференции. И мне показалось, что как будто бы для американцев это очень символично. Вот там на старой Мюнхенской конференции был военный преступник Путин, который сказал о каком-то новом течении, новой политике России. Ну а Навальная как будто бы дает надежду на совершенно другую Российскую Федерацию. Одним словом, в общем, что вы подумали, когда узнали, что Юлия Навальная, оказывается, на что-то влияет? Вы знаете, ну я как-то считаю, что не столь это заслуживает большого внимания, потому что очевидно, что Юлия Навальная досталось это место влияния по наследству супруга, конечно. То есть глупо было бы говорить о том, что Юлия Навальная за тот месяц с небольшим, что погиб Алексей Навальный в застенках, действительно стала влиятельным человеком, попала в эту сотню только благодаря своим заслугам. Это прежде всего заслуги ее супруга. Плохо ли это хорошо? Ну, плохого здесь тоже ничего нет, потому что в период нахождения в тюрьме какие-то воздел тащила на себя именно она. То есть на свободе она распоряжалась многим из того, что Алексей Навальный ей поручил. Это уже очевидно. За это даже 16 февраля, момент убийства Алексея Навального в тюрьме, время, сейчас уже точно можно сказать, Юлии Навальной не удалось объединить вокруг себя российскую оппозицию. Те не пошли на контакт, и она не выразила особого желания. Я знаю итоги некоторых из переговоров, которые имели место 17 марта в Берлине, когда выступали на совместном митинге лидера оппозиции. Я вот в это время в Киеве был, проводил первый форум поддержки российских добровольцев по инициативе Легиона Свобода России. Но я знаю, что там не договорились ни о чем. Поговорили, все вполне комплиментально. Но то есть вот фигуры объединяющие оппозицию, как я и говорил, я высказывал по этому поводу скепсис, не по поводу личности Юлии Навальной, а по поводу всей ситуации, которая не очень располагает, что именно один человек сейчас в состоянии объединить вокруг себя всю российскую оппозицию, особенно в миграции. Это Алексею Навальному не удалось? Юлии Навальной это будет сделать еще тяжелее. По многим-многим причинам. Несмотря даже на то, что у нее чистый бэкграунд, ее не за что упрекать. Она была всего лишь женой. Понимаете, она не выступала с какими-то политическими инициативами, отдельными проектами, самостоятельной политической линией. Это все было в килеваторе ее супруга. Почему ее сделали в эту сотню? Ну, напрашивается такой, знаете, конспирологический довод о том, что американцы делают ставку. Запад, Госдеп делают на Юлию Навальну, как объединителя политической оппозиции, некоторую игру с нее делают. Ну, может быть, я не знаю. Может быть. Но это, понимаете как, на журнал «Тайм» в данном случае это не влияет, потому что, повторяю, оценка ее роли и места в числе ста влиятельных людей в течение года, но это ведь отражение, повторяю, деятельности ее супруга. Ведь она получала, напомню, премию «Оскар» за документальные фильмы об Алексея Навального. Сейчас она публикует материалы, воспоминания Алексея Навального. Патриот, по-моему, книга выходит. Ну, видно, ее доредактировали. Она сейчас возглавляет структуру Алексея Навального, фонд международный и много чего. Но, повторяю, для того, чтобы этот аванс, который Юлия Навальна получила, его реализовать надо время. Не один день. Поэтому я не считаю, что уместна критика на предмет того, что Юлия Навальна необоснованно стала включена в этот список. Частный список, кого хотят в этот список включать. Мы же с вами эти рейтинги обсуждали, все эти списки. Я бы сказала, что тут, наверное, претензия как раз не к Юлии Навальной. Во-первых, сам список, он очень субъективный. Это всегда какое-то рассмотрение самой редакции. Но на что я обратила внимание или о чем я подумала, что насколько в таком случае хорошо американские журналисты, аналитики, политики, в принципе, понимают, что происходит. Потому что если они говорят, что она влиятельная, перечислите какой-то список. Или вам кажется, что это большая надежда, или что она может что-то изменить. Насколько эти аналитики хорошо понимают, что такое современная Россия, что нужно народу, что нужно власти и так далее. Как будто бы они находятся, знаете, как у нас принято говорить, розовые пони в очках, которые желаемые выдают за действительное. Вы имеете в виду тех экспертов, которые от журнала... Которые составляют эти рейтинги. Вы знаете, вообще в американской политике плохо разбираются в России. В целом. И даже в финтенках очень плохо разбираются. Те рекомендации, которые они дают, а это очень многие влияют на финтенки, которые работают с государственным департаментом, с американской администрацией в целом. Наверное, другие бы советы давали, если бы хотели каким-то образом сделать эту политику американского в отношении России, в понимании России эффективной. Другие бы советы давали. Потому что, в общем и целом, американская политика, пользуясь такими экспертными советами, больше проигрывает, чем выигрывает. Ну, я имею в виду политическую игру. Безусловно, политическую игру. Поэтому плохо разбираются, конечно. Многого не понимают. Ну, например. Аплогенизируется именно ставка на таких либеральных, леволиберальных политиках. То есть, говорится о том, что эта исчерпаемость, она предполагает то, что Запад, у него есть идеологическая установка, и никаких других политиков в оппозиции, я имею в виду, не видеть политиков, которые занимают консервативное крыло, частно националистов, право центристское, право консервативное крыло, и так далее, вы не увидите ни в каких рейтингах. Власть, да, власть может себе позволить много. И там, Путин, попадающий в такой рейтинг, это же не про предпочтение идеологическое, да? Это признание его места и его влияния. Что касается Юлии Навальной, это, безусловно, всегда аванс. Именно либеральной части русской оппозиции. Это то, каким Америка хотела бы видеть будущее России. Я понимаю это, но это не так. То есть, это значит не понимать Россию, какая она в нынешнем своем виде находится, и какой будет, даже если, представится случай, избавиться от Путина и всей этой комаридии. То есть, шансов на реализацию либерального сценария ноль. Чистый ноль. Россия либеральной не будет. Надо честно это признать. Она может включать разные либеральные элементы. Политика действующей власти, которая придет на смену Путина, она может включать либеральные элементы. Так же, как власть Ельцина в 90-х не была либеральной. Ни разу вообще, даже не чуть-чуть. Но отдельные либеральные элементы себя включала. Внутри этого идеологической модели место либеральным ценностям было, но они не были определяющими, не были решающими. Иначе бы не произошло то, что произошло на перекрестке 99-го, 2000-го годов, когда, собственно, власть была передана просто Путину. Понимаете? Выходцу из спецслужб. Либеральная доктрина, вообще доктринальная, не предполагает вообще никакой возможности того, что внутри ее, так сказать, главных тезисов может находиться место для того, того, что власть может испоместить выходцы из спецслужб, да еще таких спецслужб, российских спецслужб, вот тех самых спецслужб, советских спецслужб, чтобы олицетворять, что? Вот именно это направление, да вы смеетесь, что? Поэтому, конечно, эксперты нифига не разбираются, но, по-моему, из других критериев исходит, когда определяют влиятельность политики. Вот мне кажется, из других критериев. Они, грубо говоря, берут русское поле, не власти, а антивласти, и говорят, а кто там может быть? Ну, Кударковский? Ну, нет, он же не имеет такого влияния решающего. Ну, кто? Кто там еще есть? Да никого практически нет. А есть фамилия мелькающая, да? Судьба супруга, которого убит в тюрьме, да? Ну, так давайте лучше расходить из того, что его супруг наследует. Потом, вы знаете, есть такой еще момент, на Западе очень любят наследство супруг. Супруги от умершего, ушедшего супруга политика. Налево-направо. Вы где угодно такое найдете. Где угодно. Там от Филиппин в свое время, там до других мест, где на место убитых супругов приходили женщины. Ну, вот недавняя история это Белоруссия, где посаженный Тихановский передал это наследство своей супруге, которая сейчас, вообще говоря, непризнанный президент Беларуси. Ну, и так далее, и так далее. На Западе очень любит вот это вот человеческую историю, соединенную с политической. И мне кажется, что там, при том, что действительно Америка очень сильно поддерживает, я считаю, ну, симпатизирует именно направлению ФБК и Навального, команде и так далее, то есть это такой аванс, повторяю, который был выдан в расчете на то, что это поможет Юлии Навальной занять эту главную позицию, такую результирующую между многими силами, находящимися в оппозиции в изгнании, русской оппозиции. Мне кажется, еще для американской культуры и тем более политики в принципе очень характерно женское начало, женщина-бультерьер в политике. У них таких более чем достаточно. Они только забывают о том, что Россия это такая патриархальная практически монархия, где у женщины отведено очень второстепенное участие в политике, и здесь тоже сложно себе пока представить, чтобы женщина возглавляла такое государство. Почему это еще важно? Потому что именно эти люди, которые действительно плохо разбираются в России, в российской политике, они дают некие рекомендации нам, как вести свою войну, и поэтому тоже нужно что-то назвать, что-то склеивать. Это заслуживает отдельное объяснение. Смотрите, Запад исходит из своих представлений, какой политика должна бы быть. И поэтому феминистическое в ней направление, оно как бы накладывается насильно над происходящее в России. Может в России женщина, а чужая она же ни разу не была. Мы исходим из 20-х века. Я не говорю сейчас опять отсылки к Екатерине, еще что-нибудь. Наследственная монархия там свои правила играли. В данном случае это глубочайшее непонимание происходящих в России процессов, потому что вопрос даже не в том, может ли женщина что-то там возглавить. Женщина может быть с яйцами, понимаете, такой кабол. И в принципе в русской политике тип такой, он в общем вполне может реализоваться, но он не может являться решающим фактором в переменах, понимаете. Потому что женщина в русском изводе не может взять на себя эту функцию не потому, что она не способна лично, она конкретно, а женщины внутри России, которых больше, чем мужчин, кстати, никогда не поддерживают женщину, понимаете. Почти на 90 говорят зашкаливающих процентов. Никогда не голосуют, не поддерживают. А ты куда, сука? Мы тут как бы ты. Ну, я огрубляю, я эксцентрично так говорю, но они именно такие. То есть, в Америке или в любой европейской стране главными феминистками являются мужчины, понимаете. Мужчины, не женщины. Женщины такие-такие. А, блин, я пожил, я знаю, о чем я говорю. Я знаю, о чем я говорю. Поэтому здесь женский вопрос, я повторяю, он вообще особняком стоит в силу особенностей именно тех политических процессов, которые внутри самих этих Соединенных Штатов в Европе, они очень сходные процессы, протекают. Они считают, что, да, вот мы постулируем тот факт, что влиятельным человеком является политик, жена убитого оппозиционера, главная, и сама, наследующая, все этот багаж наследства, и значит, что там женщина, и это уже хорошо, смягчение нравов, женщины такие, ну, знаете, история, она показывает совершенно другие, зачастую, примеры, женщины, будь здоров, как плохие, посвирепие мужичка, любого найдутся, вон, помните, Нобелевский лурят из Бирмы, которая, значит, придя к власти, она дочь, в свое время, министра военного, которого убили, вот, жрет этих рахин, же, будь здоров, как такая, фитильки, литер, поэтому, и помалкивают на ее счет, поэтому, тут как бы, не так все просто, понимаете, не так все просто, сильно не так все просто, и поэтому, да, то, что они выбирают женщину, это, в том числе, дань собственным представлениям о том, каким мир должен быть, и Россия должна быть, а она не такая вообще мира. Ну, раз мы с вами уже зашли на территорию саденышцев в Америке, мы еще немножко там потопчемся, потому что, когда я говорила о хороших новостях, это, конечно же, анонсированное голосование в субботу за, наконец-то, уже разные законопроекты в поддержку, в том числе и Украины. Значит, мы вот так вот, конечно же, ждем этого дня. Тут два интересных аспекта. Ну, во-первых, наша любимая Марджери Тейлор Грин, она дала одну из поправок, где сказано, что любой член Конгресса, который проголосует за помощь Украине, обязан наступить вооруженной силой Украины. Принимается. В принципе, работа найдется каждому. Какой-то процесс противодействия, конечно, будет, но в целом, Марк, то, что нам больше всего нравится, это позиция спикера Джонсона. Когда он вышел со своей речью и сказал о том, что мы просто обязаны помочь Украине, сейчас такой критический момент, даже если меня будут снимать, даже если на кону будет моя должность, я чувствую исторический момент на пятом месяце затягивания всего этого процесса, я должен это сделать. У американцев, у спикера Джонсона в буквальном смысле нужно поучиться как в воздухе переобуваться, потому что это элегранно. Но хочется понять, а что же такое произошло за пять месяцев, что оказывается исторический момент и Джонсон с золотыми буквами хочет вписать свое имя. Я думаю, они с Трампом все согласовали, Трампа уломали, о чем-то договорились с Трампом. И спикер Джонсон, и возможно, он был, возможно, переговорщиком, и демократы. Ну, наверное, что-то пообещали, что до ноября никаких судов и никаких ему барьеров в участии в выборах не будет. Наверное, так. В целом, это не только касается Украины и других вещей, но я думаю, что какая-то договоренность состоялась, и он торжественно вышел, крича, стуча, значит, что я вот тут герой, ну, капитализируется, человек как может. Вот, суетиться много, много суетиться. А вот, а в целом, ну, как бы, говорит он хорошо, поешь, ты, говорит, хорошо, это время, место встречи изменяет, ты, говорит, сбат, ты на рояльник. А то ты певец, тот еще. Вот пусть сначала сделают. Знаете, запить ты месяцев, пусть сначала проголосуют, пусть сначала выдадут на гора этот законопроект несчастный, уже многострадальный, и тогда можно будет уже говорить, ну, ладно, это во-первых. Во-вторых, ну, окончательную форму мы так и не представляем, скорее всего, все-таки что-то они примут, скорее всего. Фоном, конечно, является событие в Израиле, но очевидно, атака Ирана на Израиль и отсутствие ответа со стороны и Соединенных Штатов, которые по рукам и ногам держат Израиль, и Израиль, мне кажется, все больше склоняется к тому, чтобы взять паузу. Так это выглядит. И здесь, ну, как, кто может, скапитализируется, во всяком случае, очевидно совершенно, что совершенно, что республиканцы на выборах сильно используют аргумент вот этого отсутствия реакции атаку Ирана против действующей администрации. И они потеряют очень-очень много. Байден. Знает он или нет, это хороший вопрос, но потеряют они очень-очень много. Именно демократы потеряют от своей нерешительности, от своего желания во что бы ни стало мира, от всего остального. Почему? А потому что я считаю, что через какое-то время мы вдруг проснемся слушайте, а вы рано ядерной боеголовочкой. Понимаете? Неважно, объявят они об этом, не объявят, проведут испытания, не проведут. Ну, неважно. Скажут, а все, у нас есть боеголовка. И будут отматывать себя назад и говорить, послушайте, а ведь это произошло тогда, когда мы могли разбомбить вот эти центрифуги в Натанзе и в других местах, а этого не сделали, мы этого не сделали, и вот мы получили то, что получили. Это безусловно, и даже если к этому моменту там это будет фантомная информация о наличии бомбы и так далее, но на выборах она сыграет очень пагубную роль для американских демократов. Это мое глубокое убеждение. Потому что, ну, как вы понимаете, в политике очень важны символические жесты. Далеко не всегда нужен там эффективный результат. Ну, далеко не всегда. Но что-то показать, продемонстрировать силу, это важно. Многие, знаете, говорят, да неправда, в Америке не хотят воевать за других, американцы больше озабочены внутренним правилом. Все правильно, все правильно. А я не сказал, что эта гирька будет решающей. Я не сказал. Одна из важных гирька будет именно эта. С Украиной это будет в меньшей степени связано, но и с Украиной тоже найдут возможность, как ему, Байдену, предъявить за Украину. Потому что, к чему была вот эта вся активность, к чему эти обещания, к чему это было все, если в какой-то момент вы сами, это не сразу наступило. Многие критикуют, говорят, а вы вот поддерживаете 10 демократов в свое время? Конечно. Когда они давали оружие в 22-м году, когда они поддерживали, когда они делали правильное заявление, к чему их было не поддерживать, конечно. Как только политика меняется, как только действующая администрация, политики заявляют обратно противоположное или другое, все, они теряют поддержку. А так и должно быть. А разве по-другому? Кто-то спросит о моих убеждениях. Ну, мои убеждения всегда симпатии на стороне республиканцев. Но суть же не в этом. Суть-то не в этом. Мы исходим из конкретных слов и действий. Из их комбинаций. А не из наших, вот знаете, мы только во всем и всегда будем поддерживать американских государств. С чего? Почему? Или только из американских республиканцев. Кого? Тех, которые, значит, говорят о том, что Путин там отличный гайс. Ну, извините, а еще почему я должен поддерживать? Нет, я буду исходить из конкретных. Я не американец, у меня нет граждан с США, я не собираюсь выбирать себе президента США. Даст Бог, там сами американцы себе все выберут. Мы исходим исключительно и только из-за тех заявлений и действий, которые предпринимают американские политики в отношении России, ну и, соответственно, войны в Украине и всего того набора. Эти действия позитивные, значит, одна реакция. Действия негативные, другая реакция. Отсутствие действий, третий реакция. Ну и так далее. Нету изначально купленной заранее симпатии, поддержки и так далее. Не с чьей стороны. И поэтому, когда здесь у нас умороченные трамписты кричат «Надо поддерживать Трампа просто потому, что это Трамп», это так же мне не близко, как и те, кто говорят о том, что нужно всегда голосовать против Трампа, не поддерживать Трампа, проклинать Трампа или там поддерживать Байдена наоборот. Да, то есть, нет, мы так не будем. Мы исходим из того, что дадите оружие, молодцы, не дадите, мудаки. Вот так должно формироваться отношение. По-другому я не понимаю, как люди рассуждают. Вот и все. Ну, там, кстати, интересный момент в подтверждении того, что демократы, они больше за, в общем-то, мягкую силу, контролированную эскалацию, но республиканцы, как правило, все-таки более резкие, пацаны. Значит, спикер Джонсов… Трамп очень другой, понимаете, Трамп не типичный республиканец. Вот это очень важно. Да, Трамп вторая третья сила. Вот вы говорите, там, вы там за республиканцами, правильно, но за других республиканцев, не таких, которых представляет Трамп, потому что Трамп это нечто совершенно отдельное. Да, внутри республиканцев. Там двухпартийных систем других нет. Если будет Трамп-партия, так сказать, которая отдельная от республиканцев и демократов, можно будет уже окончательно об этом говорить. Но пока и сегодня Джонсон, он все-таки вложил в этот пакет условный, очень условный, но ловушки для демократов. Эти ловушки называются атакамсы. По сути, он как говорит, что там остается право не передавать эти ракеты, если это будет угрожать вопросу национальной безопасности США. Но для этого должен прийти президент, сейчас мы говорим про Джо Байдена, и отчитаться к Конгрессу. Почему он так считает? То есть, по сути, как, он говорит, вот вы просили нас, украинцы, об этих ракетах, мы вам даем, а демократы должны в таком случае поддержать и не рассказывать о том, что они боятся еще большей эскалации. Вот интересно, как это будет в итоге на практике реализовываться. Можно ли предположить, что Джо Байден действительно придет и скажет, нет, нет, подождите, вот мы на все согласны, но ракеты остаются дома. Я не знаю, как они будут выходить из этой ситуации, потому что по поводу атакамсы, если я все правильно понимаю, с Россией достигнут какая-то договоренность. Мы не даем атакамсы, вы делаете это. Я так себе представляю. Но этому нигде нет подтверждения. Подожди, сейчас, скорее всего, вполне возможно, по Джанкою летели атакамсы. Ну, предполагаю. Не знаю. Я не знаю. Ну, вот я правда не знаю. Я просто к чему говорю, что, а что вы боитесь объявить, если вы действительно дали атакамсы, потому что баллистические зарядики, которые уже есть у Украины, сопоставимые с атакамсами. Стоун шедоу, скальпы в французске. А что в их ряду, если будут находиться атаковать? Что это меняет? Там дальность сопоставимая. Ну, значит, почему-то они вот не дают, а Таурусы немецкие тоже поставлены в зависимости. Вот пусть эти дадут официально, а Таурус, тогда мы и Таурус ставим. Ну, так раньше это звучало, как сейчас это уже, понимаете? Что вы тогда не даете, если точно такие же аналоги, сопоставимые, ну, как минимум по дальность, там другие характеристики важны, пусть эксперты об этом говорят, я же никогда не лезу на эту экспертизу. Но по дальность есть уже такие снарядники, баллистические ракеты есть. Ну, а почему вы по поводу вот этих атакамсов такая возня идет? Ну, я не вижу другого объяснения, кроме как вот, ну, типа, не давайте атакамсов они будут бить по нашей территории, а лишь по нашей территории, тогда мы сделаем это. Не о чем-то они договорились. О чем-то договорились. Но, но опять же, республиканцы делают это не, будем честны, не от большой любви к Украине, а чтобы уколоть своих оппонентов демократов. Чтобы на выборах сказать, а вот же кто из-за кого, вот кто нам мешает защитить и украсть. Чего вы на нас стрелы пьете? Чего Трамп? Эти-то вообще действующие. У них власть, не у нас. Вот когда у нас будет, тогда нас критикуйте. Понимаете? А не потому, что они прям рвутся, мечутся, значит, помочь Украине во что бы ни стало. Если бы они хотели это взять, они бы давно будут это сделать. Они не придумали бы оправдания, объяснения, ждали бы какого-то момента, когда Иран нападет на Израиль. Нет, они просто дали бы. И все. И не надо было бы по этому поводу ломать копию. Такое мое объяснение. Важные события происходят еще и в контексте того, что европейские лидеры пытаются обхаживать кандидатов президента Дональда Трампа. нужно напомнить о том, что действующие президенты или премьер-министры, они, как правило, обыске им не встречаются. Они встречаются с ровнее себе. Тем не менее, сейчас, закончив свой визит, насколько я понимаю, президента Польши Анджея Дуде, он как раз летел на встречу с Дональдом Трампом. То есть они встречат с Джо Байденом, с этими, с этими первыми, вторыми, третьими, а вот конкретно с кандидатом в президенты и бывшим президентом Дональдом Трампом. Говорить должны были в буквальном смысле о том, а что же Трамп будет делать, если он станет президентом и как будет развиваться их сотрудничество в сфере безопасности Европейского Союза. Здесь, конечно, интересный вопрос, потому что, ну, по сути, Трамп может сказать что угодно. Он может не подтверждать информацию из пресса. Мы с вами обсуждали новость, что он условно поделил страны НАТО на два лагеря или два сорта. Кто платит 2%, кто не платит, кого защищаем, кого нет. Но, значит, Анджей Дуда, вот как будто бы его хотел спросить, а что же ты будешь делать. Не получается, что они ему поверят на слово, Трамп скажет, мамой клянусь, из НАТО не выхожу, всех буду поддерживать и войну в Европе не допущу. Одним словом, есть эксперты, которые говорят, что, ну, по сути, дипломатически это несколько неправильно и недопустимо, потому что, когда Кэмерон встречался, это было согласие администрации Джо Байдена, а здесь Дуда сам по себе. Так вот, не слишком ли рано они делают ставку и определяют лидера этой гонки? Ну, понятно, почему Дуда, потому что он... Они близки, близки. Да, экономические, право и справедливость, очевидно, что они являются евроскептиками, они поддерживают американских консерваторов, это ясно, это ясно. Другое дело, ну, мы видели и Орбана, который приезжал к Трампу, с ним встречался. Я осторожно предполагаю, что американской администрации и демократам даже хорошо, что вот такое происходит. Если вдруг по чечению Байден все-таки выиграет выборы, им проще будет эту сегрегацию в отношении подобных фигур осуществлять. Мне так кажется. Они не могут препятствовать, а что, как ты попрепятствуешь тому, что польский президент встречается с кандидатом в президентом американский. Никак. Но и выражать по этому поводу хоть какие-то эмоции тоже не считают нужным, потому что, ну, будет-будет, так и так. Да, раньше было так не принято. Встречаться с кандидатами встречались, да, но все-таки при других выборах и при других обстоятельствах встречались с кандидатами, было на всех выборах кандидатами и оппонентами главы Белого дома встречались. Но сейчас-то это как-то, знаете, встречаются, не просто встречаются, а поддерживают. Вот Орбан же вообще заявил, это будущий президент, это там, понимаете, так нельзя было никогда говорить. Ты можешь встречаться, да, обсуждать важные вопросы с кандидатом президента, США, США важный участник многих процессов, и в Европе в том числе, но говорить о том, что это вот будущий президент, нет, так делать нельзя. Американцы, кстати, надо к части их добавить, что публично никогда так не делают, даже если встречаются с какими-то там политиками, оппонентами, которые реально могут, имеют шанс прийти к власти. Встал дипломатический протокол, этого не предполагаем. Нельзя такие вещи заявлять, потому что, а вдруг, во-первых, не станет, политический аргумент. Сейчас мир как-то качнулся вот сильно на этих вот качелях и начал закататься. И многое из того, что раньше не было принято и не было нормы, сейчас меняется и меняется в пользу более меньших ограничений, меньших самоограничений. Вот на таком международном, на высоком уровне. Мы это констатируем. Мир пришел из состояния равновесия, пусть относительного, пусть слабого, но тем не менее он раскачался этот маятник. И на нем качаются, на этом маятнике катается, прежде всего, кстати, Трамп. Он главный раскачиватель этого маятника, совершенно очевидно. Куда и к чему это приведет? Дело в том, что невозможно выстроить действующую конструкцию полноценную, только исходя из поддержки идеологических союзников. Условно говоря, Трамп приходит к классе и говорит, ну ты там, Дуда, ко мне приезжал, меня поддержил, ну ты малыш молодец. Или там Орбан приезжал, вот я с тобой, а вот этот вот Макрон, который тут мне спицы, знаешь, спицы пику вставлял, не, не, я с тобой встречаюсь, ну, говорите, как? А я вполне допускаю подобное поведение от Трампа. Вы вот не допускаете, а я допускаю. Он же эксцентричный, мнительный, мстительный, он может сказать, ага, вы вот там, вам не нравилось мое понуждение вас к финансовому обязательству, к соблюдению и так далее по части военных расходов. Ну, так я вот вам, я вам обещал, я вам покажу. Или не обещал, но все равно покажу. Ну, то есть, это как бы, в общем, такое нарушение конвенции определенной. Этика другая, совершенно дипломатическая иная. Будет ли Трамп реализовать свою идею фактического угробливания нас? Я не думаю. И вот почему. Все больше, чем больше идет время, чем ближе выборы на ябрьские, в окружении Трампа появляются республиканцы, которые, скажем так, действуют гораздо более взвешенно и более традиционно. Вы скажете, пример, пожалуйста, Болтон, Болтон, которого вышибли в свое время из администрации, поэтому он был на позиции Селливана, секретаря по национальной безопасности, сейчас вернулся, работает в штабе. Понимаете, Болтон. И то же самое касается некоторых других, ну, там, Грэм, известный, тоже он собачился, а сейчас в штабе у Трампа. И много других. Рубио уже высказывается в поддержку Трампа, активно в расчете там тоже куда-то зайдут. Хотя казалось, такой был, в общем, антитрампист. Ну, и так далее. То есть, республиканцы консолидируются. И, возможно, внутри этой консолидации рейгановская их часть, ну, так их называет Андрей Андреевич Пьянковский, ну, справедливое упоминание, дефиниция, возможно, консолидируется и встанет, так сказать, очень плотным кольцом вокруг Трампа, чтобы он не допускал ошибок, которые на первом сроке он допускал. Когда, я вам напомню, первым госсекретом был Рекс Тилерсон, который закончил уже хорошо, передал образы управления Госдема Помпео. Помпео легко подхватил это и, в общем, осуществлял политику в традиционном ключе. Но начиналось все печально. Начиналось все печально. А кого только не было. Там такой сброд собрался при Трампе в 16-м году. Просто невероятно. И там комиссия Миллера была. И, так сказать, черт и что, надо понадобилось. Кого-то и по шахте давали. Но это все выбралось. Сейчас уже, зная это, уже со старта на серьезной должности, а Болтон, например, может встать на позицию с Эльваном, если победит Трамп, то вполне можно предположить, что Болтон будет советником национальной безопасности. И он настроен совсем не так, как с Эльваном. Вообще не так. Вот даже ни разу. Поэтому с этой точки зрения вполне могу допустить, что кто-то произойдет иное. Плюс, говорят осторожно о переговорах Микки Хелли, ее окружения, ее штаба с Трампом. Я просто убежден, что Трамп может предлагать и дошу вецепрезиденту. Убежден, что он будет ей предлагать дошу вецепрезиденту. Я напомню, на первом сроке он сделал вецепрезидент Пенса, Майка Пенса. И Пенс занимал, я лично к Пенсу обращался по поводу своего подзащитного Сущенка. И я знаю, что он занимался этим вопросом. Майк Пенс. Поэтому, ну, как бы, будут наверняка какие-то фигуры, которые будут, скажем так, для всех более приемными с точки зрения американской политики. Традиционной политики, республиканской политики и так далее. И вот они, скорее, Трампу не дадут развалить ни НАТО, ни так далее. Он будет ходить, что-то говорить, кого-то там заставлять, но в целом линия генеральная останется здоровой. Я бы так сказал. Знаете, что с Трампом интересно, он, значит, ты сказал, что если бы он был президентом, то Иран бы, ну, он бы не допустил, да, атаки Ирана по Израилю. А вот я не верю. В это я, кстати, охотно верю. А я проверить невозможно, да? Все, что он говорит, что этого бы не было. Окей, но сейчас он не говорит о том, что я, значит, там призываю нанести удар по Ирану в ответ. По сути, есть некий такой, ну, полуконсенсус, что действительно не должно быть больше эскалации. Совет Европы говорит, мы дико осуждаем Иран, но, значит, бить в ответ не надо. С Израилем, скорее всего, из того, что мы общаемся с израильскими экспертами, все сходятся к тому, что ответ обязательно будет, потому что невозможно, иначе, ну, думают, что ты слабый, он будет точечный, он будет, как всегда, наверное, по военным преступникам, ну, в общем, что-то такое произойдет. Но из множества аналитики на этот счет я выделила, Марк, мысль о том, что для Украины на самом деле не эскалирование, то есть, деэскалация на Ближнем Востоке, она на самом деле выгодна. И суть в том, чтобы США не втянулись еще больше, да, а это поддержка, это военное присутствие, это, в принципе, ракурс мирового внимания, который уже и так снова отошел от нас, больше к Израилю. То есть, в принципе, нам ок, что там сейчас вот все тихо. Но обе стороны, одна про одну пишут, предполагают, что Израиль может нанести по ядерным объектам Ирана удары. Ну, и Иран сейчас тоже подобные угрозы кидает, хотя в Израиле шутят о том, что достаточно открыть Google Maps, и ты уже найдешь там нанесенные израильские ядерные объекты. Верите ли вы, что действительно это все могло бы перейти в такую стадию, когда будут обмениваться уже ударами по ядерным объектам? Ну, во-первых, я считаю, что да, с одной стороны, Украине выгодно, чтобы фокус внимания не смещался в сторону Ближнего Востока, потому что Украина сама нуждается в поддержке. С другой стороны, скажем так, дальнейшая эскалация на Ближнем Востоке, она же ведь может привести в общем и целом к большей консолидации союзников на Западе вокруг Украины, поскольку ну, какая-то возникнет параллелизм больше, понимаете, что с Ираном надо покончить, поскольку иранские дроны, они ведь не только в Израиль летят, они и в Украину летят. То есть нужно разрушить заводы, нужно не допустить создания ядерного оружия, нужно ударить по ядерной программе Ирана, но это достаточно конкретные вещи. И это Украине тоже выгодно. Вот если разбомбят заводы по производству дронов в Иране, скажите, это выгодно Украине или нет? Вы просто, вот просто не было этих заводов. Но они выпустят еще дронов, понятно, они там через какое-то время, но пока каждый незапущенный по Украине дрон, это спасенные какие-то жизни, какие-то объекты, ну, я, конечно, грубляю, понятно, что это не все так буквально, но тем не менее, тем не менее, поэтому как раз выгодно Украине, чтобы объекты в Иране там же и поставляют, не только дроны, но они там снаряды, артеристры какие-то поставляют, еще что-то, вот все это было разбомблено. Мы же не говорим убивать там иранцев, мне про это же речь, да и никто и не собирается, потому что иранцы находятся под такой же, собственно говоря, такой же плитой бетонной, как и подобного рода порабощенный народ, да, ну, то есть абсолютное большинство, наверное, все-таки несчастливого от всего, что происходит. Еще раз хочу подчеркнуть, потому что зачастую слышат, что когда мы говорим о стране, то мы в данном случае имеем в виду, идентифицируя его полностью с народом, не совсем народом, далеко, там есть он, женщины как страдают, которых поливают кислотой, там, неважно, постоянно бунты ведь в Иране возникают, слушайте, невиданные в России, в России столько никогда не выходило, сколько выходит в Иране. Ну вот, но тем не менее, то есть разрушение ядерных объектов и объектов производства вооружения вот подобного рода выгодно Украине. Хотя, с другой стороны, да, фокус внимания и все остальное, оно опять же, а что, Америки и союзников не хватило бы на двух союзников, Израиль и Украину, ну хорошо, а вот сейчас не было ничего, Израилю тоже не давали, так же, как и Украине, понимаете, вот получается, с замерением, а оно некоторое возникло на Брежнем Востоке, ну и в продолжающем, но в стандартном режиме боевых действий в Украине, да, и те, и другие не дополучали эту помощь пять месяцев, и кому от этого сейчас, только вот пусть война идет и там, и там, но помощь будет идти, если вот выбирать между этими двумя моделями, более активная помощь и Украине, и Израилю, лучше, чем отсутствие помощи Украине, Израилю, и замерзшие боевые действия, ну там, в Израиле и спорадические в Украине, при ситуации эквилиприума, военного равновесия, не знаю, что лучше, с одной стороны, внешне, да, с другой, может быть так, но в любом случае, в любом случае, то, что реакция, есть уж не военный ответ, ладно, Америка не хочет военного ответа, Израиль что-то свое сделал, я с вами согласен, кто-то они где-то взорвут, что-то кого-то убьют, ну понятно, это не мы и так далее, но они сделали, но Америка может ответить хотя бы помощи военной, понимаете, но вы не хотите втягиваться в военный конфликт на Ближнем Востоке, дать этому пожару сгореться, ну так вы денег дайте, военных средств дайте, и скажите, что мы вот ответили вот так, а вот так, мы значит Израилю помогли, мы Украине помогли, логично? Логично, а если не будет вот этого, тогда лучше пусть война разгорается, если Америка не дает средств, то пусть уж тогда война всех охватит, раз так, она и охватит, для этого не нужно нашего желания или нежелания, вы же понимаете, что теперь война диктуется другими законами, то, что отсутствует ответ в отношении Ирана за нанесение этого удара, неважно, какой он был эффективный, кто-нибудь скажет, кто-нибудь засомневается, что для очень многих, не знаю, той же России, того же Китая, того же самого Ирана, не знаю, Северной Кореи, очень мотивирующим является подобная реакция, очень мотивирующая, смотрите, мы можем делать все, а нам за это ничего, ну блин, ну это всегда так было, всегда так было, ну просто Ирана в отношении Израиля тут есть свои опасности, потому что как бы такой удар, да, им сейчас нужно дуть на воду, чтобы не дай бог все-таки Израиль что-то не предпринял такое резкое, вот, но в целом, в целом, безусловно, и конечно, отсутствие реакции порождает безнаказанность, и по-другому так не бывает. Про еще одну точку неспокойства, я вас спрошу, но спрошу прежде, точнее, после того, как я напомню нашим зрителям, друзья, не забывайте оставлять нам лайк для поддержки нашего эфира, не забывайте, что таким образом вы помогаете нам продвигать все, что мы создаем, весь информационный контент, но обязательно подписывайтесь на YouTube-канал Feigin Life и YouTube-канал Крубанова Life. Когда я говорю про точку неспокойствия, Марк, я имею в виду Грузию, потому что там очень сейчас неспокойно выходили грузины на акции протестов, у них там тоже очень обостренное по-своему чувство справедливости, и все из-за законопроекта, который называется об иноагентах, там очень похожая история в России, уже давным-давно практикуется, и вот что-то подобное не один в один, но очень близко и пытаются внедрить в Грузию. Что важно, по последним заявлениям, значит, грузинам, ровно как и белорусам, говорят, вы что, хотите как в Украине? Вы хотите Майдан? Хотите войну? Нет, мы хотим вас защитить, поэтому все эти законы, значит, и внедряем. Ну и, конечно же, все, кто наблюдает со стороны, они, говорят, торчат уши Кремля, и все это инспирировано из Российской Федерации. То есть, по сути, зону влияния и расширяют, и углубляют. Противостояние, полицейские, которые избивают протестующих, в общем, все это очень похоже как раз-таки на российскую картинку. Сейчас этот законопроект протащили через первую стадию, в первом чтении, то есть, по сути, еще борьба продолжается. Но понимаете ли вы, а во что трансформируется Грузия? Все законопроекты, которые потом становятся законами, это такая рама, да, Грузия – это картина, и вот рама, как она и где стоит. На что должна быть похожа Грузия? Какой ее сегодня лепит ее власть? Вы знаете, помните, было первое противостояние, еще пример Грибашвили, тогда про меня сказал, что я один из провокаторов, который, значит, он от партии грузинской мечты там меня палил, мы даже это обсуждали, по-моему, еще это с Аристовичем, сейчас не помню. Первая попытка проведения этих митингов против принятия закона, тогда это не удалось грузинской власти, грузинской мечте провести закон об иной гене. Сейчас мой прогноз, они это сделали, они это провели. То, что ты с самого начала не останавливаешь, оно набухает, оно разрастается, оно насыщается, и остановить это уже невозможно. Вот так это работает в политике, и так это работает в истории, кстати сказать. Если ты не задавил гадину сразу, все, она остается нечувствительной к боли. Понимаете? То есть, в политике так это и работает. То есть, каждое не до конца проигранное сражение укрепляет хищника. Вот так это работает. Понимаете? Даже наступив на горло, надо давить ей. Даже когда он уже мертв, нужно стрелять, пока, значит, труп весь не будет из решечета. Вот так это работает. А сейчас у них предстоят выборы. Они собираются на выборах снова остаться у власти. Грузинская мечта. Какую кальку они делают? Ну, совершенно понятно, какой ее видят в Москве. В Москве хотят сделать из Грузии Украину Януковича. Это идеал на этот момент, на этом этапе. Идеал представления Кремля о нынешней Грузии. Это вот прям идеальная модель. Идеально. Постсоветский сателлит, тесно связанный финансово, коррупционно, в меньшей степени политически, публично, но политически не публично, связанный с главным донором, с Москвой. Москва, безусловно, выступает донором. Они же сами говорят, что у нас товарооборот увеличился, у нас там доходы от трелакантов, от туризма, всего остального, а мы маленькая страна. Ну, весь тот набор, который мы слышали. Очень дорого стоит такая зависимость. Очень дорого в стратегическом плане. Ты потом заплатишь в два, в пять, в сто раз больше, если ты соглашаешься на такое подчинение. Это добровольный выбор-то. В конце концов. Добровольный выбор, потому что, ну, московские танки же не стоят на штатаруставе. Правильно? Вы можете сами выбирать себе, какую политику придерживаться, какую позиционировать себя. Это промосковская сила у вас находится в Грузии. Безусловно. Вот эти все страхи относительно того, у нас будет с нами так же, как с Украиной, ну, это хороший вопрос после того, что в 2008 году Грузия пережила. Хороший вопрос. Понимаете? Если урок не был извлечен, и если вы продолжаете задабривать агрессора, так вас все равно съедят. Нельзя, как говорил покойный Новодворский, призывать тигра перейти на спаржу. Он питается и винятелкой. Живой. Понимаете? Мясом живой. Бесполезно его переубеждать. Бесполезно. Москва имеет своей целью Грузию рано или поздно сначала перевести в зону своего влияния окончательно, а потом и присоединить к России. Никаких других идей в отношении Грузии у России нет. И быть не может. Вот это надо уяснить окончательно и беспородно. И если что-то Москва делает, и кому-то кажется, что он может пролавировать между Западом и Москвой, нет. У Москвы нет цели помогать Грузии развиваться, становиться независимой, суверенной, богатой, страной самодостаточной. Нет такой цели ни у кого из государственного аппарата, из руководства, из Кремля. Нет такой цели дать Грузии развиваться независимыми строителями государства. Если эту иллюзию кто-то там питает, то не будьте наивны, за всё придётся платить. Грузинская оппозиция слаба для того, чтобы переломить ход событий. В очень многих отношениях. Можно там говорить о том, что нет яркого лидера, нет ещё чего-нибудь, но она слаба. И Запад недостаточно помог этой оппозиции лучше себя чувствовать и уметь противостоять действующей власти. И Запад недостаточно помог. Ну, Запад отвлёкся на Украину, на другие проблемы. Ему не до Грузии. И Грузия, безусловно, сама, вот я сказал о том, что какой Москва её видит, это Януковичевская Украина. Но Грузия сама двигается туда же, понимаете? Туда же, к Януковичевской Украине. Понимаете? Вот оно и совпало. Нам не надо окончательно на Запад, нам надо для вида на Запад. Нам надо, вот им дали этот план в декабре, да? Но мы как бы на Западе, но мы ещё немножко и с Москвой, понимаете? Не будет вот этого промежуточного состояния. Его не будет. Вы либо туда, либо сюда. Почему? Потому что война. Потому что война всё определяет. Определяет не текущая политика, да? Определяет война. А в войне ты не можешь между окопами зигзагом бегать. Что пытается делать в Грузии? Фактов сотрудничества с Москвой вагона маленькой деревьевки. У нас в Грузии масса людей из России, которые уехали, бежавшие антипотенисты, против войны и так далее. И мы достоверную информацию получаем непосредственно оттуда же. Прямо оттуда. И фактов, свидетельствуют о том, что Грузия действительно является промосковской территорией, ну, властью. Более чем достаточно. И парадокс, а общество нет. А общество не промосковское. Вот как-то. Значит, властью нужно сделать что-то, чтобы оно полностью, это общество, полностью переформатировать. Они этим и занимаются. Закон об иноагентах этому должны содействовать, этому должны способствовать. Таким вот образом. Если сейчас Грузию пугают тем, чтобы они боялись быть похожими на Украину в каких-то вопросах, то мне кажется, что самое страшное это стать похожим на Грузию. Потому что они первые пережили войну, они первыми пережили оккупацию. И на сегодняшний день Россия, российские политики так легко себя чувствуют в Грузии. Вот это то, чего опасаюсь больше всего я на будущее. Я напоследок вас спрошу, Марк, к такому полу-легкому, легенькому. Во-первых, в российских регионах уже начали писать о том, что не будет бессмертного полка. Деда на палке не понесут. Справедливости ради, я скажу, что в прошлом году это как раз уже началось. Если 22-й год все, значит, как всегда все это делали, парад победобесия, то с прошлого года это по-тихому начали отменять. И вот сейчас Курск стал первым, кто сказал, что нет, ничего не будет. Параллельно с этим у нас есть заявление от Кирилла Буданова, который говорит о том, что ИРДК и Легион Свободы России скоро, совсем скоро, с помощью и при поддержке Украины снова, значит, отправятся к себе домой. Сейчас я смотрю, что ваши друзья с того же Легиона, они говорят, ну да, как бы есть планы. И я вот так себе подумала календарно. Не то, чтобы мы к чему-то привязываемся, но мы привязываемся к тому, к чему привязываются россияне, Путин и, в общем, все календарные планы. И мне кажется, что все это тоже плюс-минус анонсируется к неким майским событиям. Тут инаугурация, тут этот День Победобесия. Как вы считаете, все это часть только информационной войны, потому что, ну, и ПСО тоже имеет место быть. Да, и мы с удовольствием в этом берем участие, принимаем участие и подыгрываем. Или все-таки это абсолютно серьезные планы, а почему бы и еще раз не перейти границу? Ну, во-первых, такое уже было. Разве РДК и Легион не переходили границу? Разве они не вторгались на территории Белогородской области, Брянской и Курской? Разве этого не было? Было. Поэтому то, что это происходит, ну, это и будет происходить, потому что есть военные соединения, есть желания, есть мотивированные бойцы, они будут это делать. Есть поддержка Украины, украинский светслужб, украинский руководитель. Хорошо, здесь как бы сомнений нет. С какой периодичностью и с какой эффективностью это будет осуществляться, ну, посмотрим. Дело такое, военное счастье, оно, знаете, переменчивое. Вот. А это с одной стороны. С другой стороны, вот вы сказали, не будет победобесий, не будет этих дедов на палках и так далее. Основная причина, ну, как бы, может, ее предлог, может, фасадная причина, она может не проговариваться открыто, но она заключается в том, что, ну, действительно, ведь могут и дроны прилететь и так далее, и на Красную площадь, поэтому, типа, не рисковать. А реальная, фактическая причина, она какая? Вы понимаете, как сильно победобеситься в момент, когда ты все-таки продолжаешь воевать, я думаю, это до кого-то дошло в Кремле, ну, я так предполагаю, в 23-м году, ну, как-то не айс, как-то не айс, потому что, ну, блин, ну, как-то мы же воюем, может, после войны это все будем, с палками и так далее, потому что, вот мы вот радуемся, радуемся, они возьмут и отобьют, там, не знаю, там, вот этот Авдеевку или еще что-нибудь, ну, как-то мы будем не очень выиграть, и поэтому есть общее сворачивание вот таких победных маршей там и так далее, общее такое какое-то вот аккуратное более отношение, ну, типа, потом после войны порадуемся, попразднуем, мне кажется, так, вот, потому что там не только сворачивают бессмертный полк, ну, понятно, в Велгород, что ходить бессмертным, у кого-нибудь даем на палку, туда дрон прилетит, да, или еще что-нибудь, ну, как бы, там логика своя, но и в Москве как-то это выглядит неуклюже, понимаете, потому что, смотрите, вот, выходит с палками там погибших, там сразу начинается, а дайте мы тоже пойдем, вот у нас тоже погибли, сколько погибли, сегодняшний, сегодняшний, сложно, а если выйдут с палками 300 тысяч, да вы что, серьезно что, ну, а что, ну, я вот с палкой, я тот с палкой, Вася с палкой, у него тоже погибли, вот документы, не, ну, вообще, пусть никого с палками не будет, чем мы выясним, что действительно 300 штук, раз и нету, они же отрицают эту цифру, там, генштаб в СУ говорит, а 450 уже, по-моему, я боюсь соврать, тысячу, больше, больше чем 450, ну, хорошо, ну, ну, минус, а что 300, это мало погибших за два с половиной года, ну, то есть, два с половиной недостаточно, то есть, 300 тысяч, хорошо, боксинг, 150 тысяч, это мало, за два с половиной года это мало 150 тысяч, хотя наверняка больше, но это мало, так вот это надо как-то вот скрыть, вот это надо как-то замикшировать, понимаете, а если ты с дедами и палками выпускаешь, ну, тогда, где гарантия, что к ним присоединяются вот такие, которые погибли уже в нынешнее время, с 22 года, с февраля месяца, так что, они, мне кажется, вот из этих опасений решили вот это ничего не проводить, так мне кажется. Да, ну, там же будет и большая интрига, как будет выглядеть вот этот парад победы, потому что он в прошлом году был скудникей, танк армата, что там буквально один самолет судного дня, который не полетел, небо, в котором, значит, высматривали сеткой израбицы, нет ли украинских беспилотников, и кажется, что в этом году должна была ситуация еще усугубиться, поэтому вы правы, когда говорите, что лучше острые углы типа обойти, чтобы самим не напороться на них. Последнее, о чем я хотел сказать, Алёна, разрешите, да, тут вышел фильм «Иноагент», там про меня приудельно, вот мы жалко не показали фрагменты, некто мамонтов, но это просто он алкоголик, вы не знаете, он работал на НКР. Вы опять участник какой-то чернухи. Да, да, пропагандистской, «Россия-1», да, вот это «Иноагент», мне задают вопросы, я видел себя в этом фильме, что я там, значит, говорю, что, значит, они не сподобились мне выписать справку, что я шизик, да, вот я и сделал, материал смотрю, мне понравилась справка, мне передали дело моё уголовное, где я рисовал, что здоров психически, так легко меня представляли, а сами, что я, что ли, они сами, что я психически здоров, научить не состоят, ну, шутка, шутка, но на самом деле там это продолжается, люди просто не до конца понимают, там легко найдёте этот фильмец, везде тут все про него уже отпрыгались, я просто, понимаете, я не слежу за этими вещами, поэтому я не могу сказать, что, из чего они исходят, почему они это засаживают, что я там агент ЦРУ, кто я там, Русофоб там, и так, ну, всем вот тут агентам, да, это не пушка, я наоборот, я так подумала, что я в хорошей компании, ну, да, да, ну, ну, как бы, я ещё, я не отслеживаю эти все вещи, поэтому, ну, и как бы тратить на это время, ну, вот мы показываем это в Бесогоне, да, ну, а это, ну, чем будем засирать себе эфиры, вот этим добром, понимаете, и так все уже написали, Медуз написал, все написали, вот, я даже, по-моему, где-то репостнул у себя в Телеграме, если кому интересно, вот сюда посмотрите, там все описывается, о чем там, в этом фильме речь, вот, ну, вот, собственно, и всё, и как бы, с точки зрения, с точки зрения, значит, и ПСО, и пропаганды, она работает, она не останавливается, и лучшим выходом, и ответом на неё, это является подписка на канал Фиген Лайф, по Ману Лайф, и, конечно же, ссылки на этот эфир, своих аккаунтов, в социальных сетях, в сетях, на этот счет Парфенов, очень классно сказал, он говорит, в советское время, хотя бы были инагенты какой-то страны, в Америке, в Британии, а сейчас Фиген инагент кого? Ну, будем считать, что, значит, сам себя. Друзья, я присоединяюсь к словам Марка, в плане того, что, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы бороться с российской пропагандой, поэтому не забывайте помогать нам распространять наши эфиры, с вас лайк, комментарий и, конечно, подписка на YouTube канал Фиген Лайф и YouTube канал Куйбанова Лайф. Спасибо за то, что вы были вместе с нами, как всегда, совсем скоро мы снова в таком же составе появимся в эфире. Марк, спасибо большое и до встречи. Спасибо всем. Спасибо.